Мы сегодня рассматриваем одиннадцатую главу книжки Линнеба, которая называется «К вопросу о платонизме». В этой главе Линнеба задаётся вопросом, является ли утверждение существования абстрактных математических объектов формой математического платонизма или защитой математического платонизма. Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы понимаем под термином математический платонизм. Значит, математический платонизм Линнеба определяет как позицию, которая принимает два следующих тезиса. Первый тезис — это тезис объектного реализма, который гласит, что существует абстрактный математический объект. Второй тезис — это тезис независимости, который гласит, что математические объекты, если таковые имеются, существуют и обладают свойствами независимо от интеллектуальных агентов, от их языка, мышления и деятельности. Значит, первый тезис о том, что существуют абстрактные математические объекты, в принципе, нам уже должен быть ясен, ему вся книга посвящена. А вот второй тезис требует дополнительных пояснений, и в особенности пояснений требует понятия независимости. Линнеба предлагает понимать независимость как контрфактическую независимость, что подразумевает, что если бы не существовало интеллектуальных агентов, то математические объекты все равно существовали бы и находились бы друг с другом в тех же отношениях, в каких они находятся в действительности, в актуальном мире, в котором интеллектуальные агенты существуют. То есть, иными словами, универсум математических объектов остался бы тем же самым даже в условиях отсутствия разумной жизни. И, собственно, далее Линнеба пытается объяснить, каким образом такое понимание независимости в чистой математике соотносится с его собственной позицией. Существование математических объектов тесно связано с определенными правомерными расширениями нашего языка. При оценке и описании контрфактических ситуаций и возможных миров мы всегда придерживаемся существующей, установленной интерпретации нашего актуального языка. И вот это обстоятельство играет решающую роль, так как существование абстрактных математических объектов, в отличие от существования физических объектов, не предъявляет никаких требований к отдельным регионам пространства-времени, следовательно, для существования абстрактных объектов математических, достаточно того, чтобы они были доступны для актуального языка, который мы используем для описания возможных миров. И это гарантирует, что существование абстрактных математических объектов метафизически необходимо. То есть язык у нас во всех возможных мирах один и тот же, мы на этом языке говорим об абстрактных математических объектах, следовательно, абстрактные математические объекты одни и те же во всех возможных мирах, то есть метафизически необходимы. Так вот, делает ли такое понимание независимости позицию Линноба-платонистской? Строго говоря, нет, не делает, поскольку в рамках платонизма тезис независимости обычно конкретизируется иначе, а именно посредством подобления математических объектов физическим объектам. Но вот с точки зрения Линноба аналогия между математическими и физическими объектами не вполне уместна. Да, математические объекты точно так же контрфактически независимы от нас, от познающих агентов, как и любые физические объекты, но математические объекты разительно отличаются от физических объектов в других отношениях. Так, например, математические объекты являются тонкими объектами, а физические объекты являются плотными объектами. Это очевидное различие, но из этого различия следует несколько любопытных следствий. В частности, в отличие от плотных объектов, тонкие объекты порождают феномен неограниченной расширяемости. Это то, что Линноба называет indefinite extensibility. Об этом он в следующем параграфе рассказывает подробнее. Ну и, следовательно, мы можем провести различия между позицией Линноба, которую можно назвать позицией объектного реализма, он так ее и называет, и более сильными формами платонизма. Значит, вот мы переходим к следующему параграфу, где Линноба рассматривает, что такое неограниченная расширяемость. Начинает он с примера, говорит, предположим, мы сформулировали идеально точное определение понятия звезда. Такое определение, что для любого объекта в соответствии с сформулированным определением мы можем сказать, является этот объект звездой или не является. У такого идеально точного определенного понятия будет и определенный экстенсионал, включающий в себя все и только те объекты, которые подпадают под это понятие. И большинство понятий физических объектов именно таковы, что их определенность, то есть точность их определений гарантирует определенность их экстенсионалов. Но вот математические объекты в этом отношении от физических объектов отличаются. Возьмем для примера понятие множество. Множество можно определить как все, что может быть получено путем абстракции над множественностями в соответствии с таким отношением эквивалентности, как коэкстенсиональность. Вот такое определение и понятие множества, полученное в соответствии с этим определением, являются совершенно точными, и тем не менее экстенсионал понятия множества не является определенным. Почему? Потому что любая совокупность объектов, которая может составлять экстенсионал понятия множества, может быть использована для определения нового множества, которое отсутствует в изначальной совокупности. Следовательно, изначальная совокупность включает в себя не все множества. И понятие множества таким образом является неограниченно расширяемым, потому что мы вот эту операцию определения нового множества можем повторять бесконечное количество раз последовательно, добавляя каждый раз новое множество в исходную совокупность. Неограниченная расширяемость таким образом предполагает в обобщенном виде, что для любой совокупности экземпляров можно использовать саму эту совокупность для определения нового экземпляра понятия, то есть такого экземпляра, который не является элементом изначальной совокупности. Неограниченно расширяемым являются не только понятия множества, говорит Лины Бено, и многие другие математические понятия, так что это их, видимо, отличительная черта. И здесь именно проходит важное различие между физическими и математическими объектами. То есть, когда мы имеем дело с физическими объектами, то реальность и определенность понятия совокупно гарантируют определенность экстенсионала понятия. А когда мы имеем дело с математическими объектами, то вот это правило нарушается, гарантии отсутствуют. И в этом отношении объектный реализм Линнеба опять же отличается от более сильных форм платонизма. Да, здесь Линнеба указывает на еще одно важное основание своей позиции, которым является либеральная концепция допустимости определений. Согласно Линнеба, допустимым является любое определение, целесообразное или имеющее смысл с точки зрения математики и философии. Ну, например, если у нас имеются какие-то объекты, и если понятие множества, элементами которого являются эти объекты, имеет какой-то математический или философский смысл, то определение понятия множества является допустимым. Мы можем, соответственно, считать его точным и на основании его определять экстенсионал понятия множества. Это получается своеобразная ремарка к вышесказанному. Следующий параграф посвящен еще одному отличию между физическими и математическими объектами. И чтобы указать на то, что это за отличие, Линнеба начинает с ряда примеров. Значит, он предлагает рассмотреть вопрос «Обладает ли некоторое физическое тело свойством быть шаром?» Значит, согласно Линнеба на этот вопрос нельзя ответить, основываясь на информации только о какой-либо одной части этого тела. Нам нужно знать, каково это тело целиком. И, в общем, так обстоят дела относительно всех физических тел и большинства свойств физических тел. «Физическое тело неустранимо из объяснения истинностных значений приписывания ему свойств». То есть, истинность таких предикаций не сводится к истинам относительно отдельных частей физического тела и не фундируется такими истинами. А вот что касается абстрактных объектов, то они могут вести себя иначе в этом отношении. Например, типы букв ведут себя как раз иначе в этом отношении. Рассмотрим вопрос «Обладает ли буква А свойством быть гласной?» Для ответа на этот вопрос нам достаточно знать, является ли гласным любой из токенов буквы А. Причем нам совершенно не нужно обращаться ни к другим экземплярам этого типа, ни к самому типу. То есть, достаточно просто одного экземпляра. Причем любого. Соответственно, истинность или ложность приписываний свойств физическому телу обычно зависит только от того, каково само это тело целиком, а вот истинность или ложность таких предикаций для физических тел объясняется через субъект предикации. И напротив, истинность или ложность приписываний, например, графологических свойств типом букв можно полностью объяснить в терминах наличия соответствующих свойств у любого из экземпляров рассматриваемого типа. То есть, обращение к субъекту предикации для абстрактных объектов не требуется. То есть, иными словами, приписывание свойств типу, фундирование приписыванием свойств любому из экземпляров типа. То есть, в этом смысле тонкие объекты, в отличие от плотных объектов, наследуют все свои основные свойства от своих экземпляров. Далее Линобо переходит к обобщению этих двух приведенных примеров. И для начала он вводит несколько понятий, определяет их. Первое понятие, которое он вводит, это понятие внутренних свойств. Внутреннее свойство это такое свойство, наличие которого у объекта полностью зависит от того, каков этот объект и не зависит от того, как обстоят дела в остальной части мира. Это понятие внутреннего свойства можно обобщить для многоместных отношений. Тогда отношение R будет являться внутренним, если его выполнение зависит только от объектов этого отношения, то есть от тех объектов, которые находятся в этом отношении. И отношение R будет являться внешним, если его выполнение дополнительно зависит от обстоятельств внешних по отношению к объектам отношения. Например, Например, отношение массы Х больше массы У является внутренним отношением, а отношение Х находится менее чем в двух метрах от У является внешним отношением. Ну и далее Линоба формулирует описанное выше различие между физическими телами и типами букв, то есть абстрактными объектами в формальном виде. Значит, пусть понятие F является сортальным. Ну вот понятие сортальный термин, сортальное понятие у нас появилось, по-моему, в девятой главе, и Лев его переводил как видовое понятие, но мне удобнее переводить сортальное понятие. Значит, пусть понятие F является сортальным и удовлетворяет некоторому условному двухуровневому критерию тождества. Abstraction Principle Conditional – это первая формула у меня на слайде, на экране. Значит, в этом критерии тождества знак тильда обозначает какое-то отношение единства. Значит, и тогда мы можем рассмотреть некоторое внутреннее, причем обязательно внутреннее отношение R на множестве объектов, подпадающих под понятие F. Далее скажем, что отношение R является редуцируемым на F только в том случае, когда существует некоторое внутреннее, опять же, отношение R-решетка на соответствующем классе экземпляров или конкретизации, удовлетворяющую условию 11.1. Это следующая формула на экране. Согласно условию 11.1, когда R редуцируема на F, на вопрос о том, выполняется ли отношение R для некоторых F, можно ответить, определив, выполняется ли отношение R-решетка для некоторых экземпляров или конкретизации этих F. И, наконец, скажем, что объекты множества F являются пустыми только в том случае, когда все внутренние отношения на множестве объектов F редуцируемы на F. Вот это определение пустоты объектов как раз схватывает интуицию о том, что на любой вопрос, касающийся исключительно множества объектов F, можно дать ответ, который будет определяться любыми имеющимися экземплярами или конкретизациями этих F. Далее Линноба определяет объекты какого типа являются пустыми. Пустыми – это вот я перевожу shallow nature таким образом. Значит, если F является сортальным понятием, удовлетворяющим двухуровневому критерию тождества, и если отношение единства в этом критерии тождества является внутренним отношением, то объекты множества F обязательно являются пустыми. Ну и также разумно спросить, объекты какого типа имеют внутренние отношения единства, то есть конкретизировать, какие, собственно, объекты являются пустыми. Согласно Линноба, внутренние отношения единства имеют все рассмотренные в книге математические объекты и даже, судя по всему, все остальные типы математических объектов. То есть они все имеют внутреннее отношение единства и, соответственно, являются пустыми. В чем же заключается философская значимость того, что абстрактные объекты и математические объекты, в частности, являются пустыми? Для начала Линноба предлагает разобраться подробнее с феноменом пустоты объектов и, соответственно, провести различия для этого между феноменом пустоты и некоторыми другими концепциями, похожими, но с которыми феномен пустоты путать не следует. Значит, во-первых, Линноба разводит пустоту объектов и нефундаментальность объектов. А нефундаментальность объектов заключается в том, что существование объекта и свойства объекта фундированы какими-то другими фактами. Да, если объект является нефундаментальным, говорит Линноба, истинность или ложность приписываний свойств этому объекту можно объяснить без обращения к самому этому объекту. Однако утверждение, что объект является пустым, является более сильным, чем утверждение, что объект является нефундаментальным. Поскольку только первое утверждение, то есть утверждение о пустоте объекта, гарантирует, что любой вопрос о том, обладает ли объект каким-либо внутренним свойством, может быть редуцирован к вопросу о том, является ли некоторый данный экземпляр этого объекта какое-либо соответствующее внутреннее свойство. Далее, Линоба разводит пустоту объекта и вопрос о том, являются ли единичные термины, обозначающие такие объекты, семантически пустыми в смысле дамита. То есть в том смысле, что эти термины не имеют никакого семантического значения, учитывающегося в композициональной семантической теории. Основанием для проведения такого различия является тот факт, что, как показал Линоба в предыдущих главах, существуют примеры подлинной референции к абстрактным объектам. То есть единичный термин может находиться с абстрактными объектами в таком же семантическом отношении, в каком единичные термины могут находиться с конкретными объектами. То есть референция к абстрактным объектам отличается от референции к конкретным объектам не тем, что она является семантически пустой, а тем, как, собственно, это отношение референции устанавливается. А референция как к абстрактным, так и к конкретным объектам устанавливается посредством критерия тождества. Но только в случае абстрактных объектов отношение единства в критерии тождества является внутренним. И, собственно, именно это является условием возникновения пустых объектов. Далее, в-третьих, Линнеба рассматривает вопрос о том, возможно ли столкнуться лицом к лицу с объектами определенного типа. Вот Даммит, например, неоднократно отрицает возможность столкнуться лицом к лицу с абстрактными объектами, в противоположность физическим объектам, с которыми можно столкнуться лицом к лицу. А здесь Линнеба не соглашается с Даммитом. Согласно Линнеба, как абстрактные, так и конкретные объекты специфицируются посредством определенных частей или аспектов, которые находятся в отношении единства, определяющего, какие две спецификации определяют один и тот же объект. Таким образом, как с абстрактными, так и с конкретными объектами можно столкнуться лицом к лицу только через эти спецификации. Да, референция к абстрактным объектам отличается в некоторых важных отношениях от референции к конкретным объектам. Однако объяснить это различие в терминах возможности или невозможности столкновения лицом к лицу – не самая удачная идея. Это различие гораздо лучше проясняется в терминах тонкости абстрактных объектов и их пустоты. Далее, Линнеба рассматривает значение пустоты математических объектов для некоторых вопросов реализма. Так, Линнеба задается вопросом, есть ли какая-то связь между его объектным реализмом и реализмом относительно истинностных значений. Согласно позиции реализма относительно истинностных значений, всякое корректно сформулированное математическое высказывание имеет однозначное и объективное истинностное значение, независимое от того, можем ли мы узнать, исследуют ли оно логическим из существующих математических теорий. Обычно считается, что объектный реализм, реализм относительно объектов, увлечет за собой и реализм относительно истинностных значений. Однако идея пустой природы математических объектов показывает, что в случае математики это не так. Действительно, для объяснения того, почему математические объекты обладают своими свойствами, не обязательно обращаться к самим этим математическим объектам, как мы видели. Объяснение может быть дано на основании экземпляров этих объектов и свойств этих экземпляров. И затем Линоба рассматривает рабочий реализм, который защищает некоторые методы, характерные для классической математики. Например, использование классической логики, непредикативных определений и рассуждения о произвольных подмножествах бесконечных областей. Платонистская концепция математики обычно поддерживает рабочий реализм. И действительно, если классическое рассуждение о физических объектах кажется правомерным, то платонистский тезис об аналогии между математическим и физическим предполагает, что те же способы рассуждения годятся и для математических объектов. Но поскольку объектный реализм Линоба отрицает платонистскую аналогию между математическими и физическими объектами, то приемлемость методов классической математики требует альтернативного обоснования. То есть, возможно, и непринятие рабочего реализма при условии принятия позиций Линоба. Пустота математических объектов также имеет важные следствия для эпистемологии математики. В частности, пустота математических объектов гарантирует эпистемическую разрешимость математики. То есть, объясняет, как возможно знание об абстрактных математических объектах, если причинно-следственное взаимодействие с ними невозможно. А возможность знания об абстрактных математических объектах – это хорошо известная и серьезная проблема. И вот Линоба показывает, как его подход позволяет эту проблему решить. Прежде всего, Линоба отмечает, что неверно утверждать, что всякое знание основано на причинной связи между познающим и познаваемым. Но тогда требуется объяснить, какая же еще связь может быть. Наши математические убеждения производятся посредством определенных методов и процедур. И что же в этих методах и процедурах позволяет формировать истинные убеждения? В чем состоит достоверность математических убеждений? Ну вот, Линоба говорит, что убеждения математиков обычно достоверны. Так, для большей части математических предложений S будет истинным утверждение, что если математики принимают S, то S – истина. Вот такие утверждения по форме «если математики принимают S, то S – истина». Линоба называют утверждениями достоверности. Ну вот, чем, собственно, объясняется достоверность убеждений математики. Достоверность математических убеждений очевидным образом отличается от достоверности любых других типов убеждений. Например, достоверность перцептивных убеждений объясняется их контрфактической зависимостью от состояния нашей окружающей среды. А вот с математическими убеждениями все не так. Они не могут контрфактически зависеть от состояния математической среды, поскольку такая зависимость предполагает вариабельность математических фактов. А это невозможно, поскольку математические факты необходимы и не могут меняться. Но как же тогда реализуется зависимость математических убеждений от истинности этих убеждений? Линоба утверждает, что существует два отдельных способа, какими истинность наших убеждений относительно некоторого предмета может влиять на эти убеждения. Да, и причем Линоба оговаривается, что под убеждениями он понимает здесь внутренние психологические состояния безотносительно к пропозициональному содержанию этих состояний. Что, собственно, это за два способа, которыми истинность убеждений влияет на убеждения или на формирование этих убеждений? Линоба поясняет с помощью примеров. Значит, первый пример. Предположим, что некоторый агент направляет свое внимание на почти идеальный шар и формирует убеждение следующее. Это тело имеет сферическую форму. Истинность этого убеждения зависит от двух факторов. Во-первых, это убеждение имеет какую-то конкретную пропозицию в качестве своего семантического содержания. И во-вторых, мир является таким, что это пропозиция истина. Значит, вот оба этих фактора в совокупности необходимы для истинности, для объяснения, истинности убеждения. Кроме того, оба этих фактора необходимы для объяснения того, почему агент формирует свои убеждения. Посмотрим, почему это так. Для начала рассмотрим второй фактор. Содержанием убеждения является пропозиция, что шар имеет сферическую форму. Таким образом, то, что шар имеет сферическую форму, напрямую и очевидным образом объясняет истинность убеждения. Если бы шар не имел сферическую форму, то убеждение не было бы истинным. Кроме того, то, что шар имеет сферическую форму, также объясняет и то, почему агент сформировал соответствующее убеждение. Ведь если бы шар был, например, серьезно деформирован, агент бы это заметил и не сформировал бы убеждение, что шар имеет сферическую форму. Итак, факты о состоянии мира напрямую объясняют истинность убеждений и формирование наших убеждений. Теперь рассмотрим первый фактор. Что убеждение имеет какую-то конкретную пропозицию в качестве своего семантического содержания. Этот фактор также объясняет истинность убеждения, но не прямым образом, а метасемантически. Если бы содержанием убеждения была какая-то другая пропозиция, убеждение могло бы и не быть истинным. Собственно, ключевым здесь является следующий вопрос. Объясняют ли такие непрямые факторы, объясняющие истинность убеждений, так же и формирование этих убеждений агентом? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно знать, почему убеждение имеет именно то содержание, которое оно имеет. В частности, почему его простейшие составные части имеют именно такие семантические значения, а не другие. Ну, Линоба приводит объяснение того, почему это так. В частности, референция выражения «это тело» к конкретному телу осуществляется благодаря каузальной передаче информации от шара, то есть от тела к органам чувств агента, который этот шар воспринимает, а также благодаря тому, что эта информация собирается воедино, соответственно, с тем, как частицы материи связаны в пространстве и времени. Вот. То есть те частицы материи, от которых эта информация поступает. И Линоба также приводит критерий тождества, в соответствии с которым вот этот сбор воедино информации от частей физического тела осуществляется. Это формула CIB на экране. Значит, критерий тождества для тел. Следовательно, если бы агент находился в перцептивном контакте с каким-то другим телом, и если бы агент соединял фрагменты перцептивной информации в соответствии с каким-либо другим принципом, отличным от принципа CIB, то агент, вероятно, не сформировал бы рассматриваемое убеждение. Следовательно, непрямые факторы, объясняющие истинность убеждения, также объясняют и формирование этого убеждения агентом. Вот на этом с первым примером Линоба заканчивает и переходит ко второму примеру. Второй пример – это простой математический пример арифметического убеждения, убеждения, что 3 непосредственно следует за 2. Тройка непосредственно следует за двойкой. В этом примере тоже можно выделить факты, объясняющие истинность этого убеждения. Ну, во-первых, цифры 2 и 3 занимают вторую и третью позиции, соответственно, в стандартной последовательности десятичных цифр. Это первый факт. Во-вторых, агент считает, что две цифры обозначают одно и то же число только в случае, когда они находятся в некотором отношении единства. Это второй факт. И, наконец, агент считает, что отношение следования S имеет место между двумя натуральными числами только в случае, когда соответствующие им цифры находятся в отношении S-решетка. Формула DFS. Следующая на экране. И, соответственно, это третий факт, который объясняет истинность убеждения, что 3 непосредственно следует за 2. Все эти факты вместе объясняют истинность убеждения непрямым образом, отмечает 3-м. То есть метасемантические, опять же. Но в отличие от первого примера, примера с шаром в этом примере, полностью отсутствуют факты, которые объясняли бы истинность убеждения напрямую. Но, к счастью, фактов, которые непрямым образом объясняют истинность убеждения, что 3 непосредственно следует за 2, нам достаточно для того, чтобы объяснить, почему агент сформировал именно такое убеждение. Но действительно, поскольку агент интерпретирует предикат непосредственно следовать в соответствии с определением DFS, то он считает убеждение, что 3 непосредственно следует за 2, истинно тогда и только тогда, когда соответствующие цифры 2 и 3 находятся в отношении S с решеткой. И поскольку агент рассматривает цифры 2 и 3 как обычные десятичные числа, он полагает, что они находятся в отношении S с решеткой. И поэтому агент считает убеждение истинным. А если бы все было иначе, если бы агент не интерпретировал предикат непосредственно следовать в соответствии с определением DFS, и если бы агент не рассматривал цифры 2 и 3 как обычные десятичные числа, то, возможно, он и не сформировал бы убеждение, что тройка непосредственно следует за двойкой. Вот. Соответственно, второй пример показывает нам, что фактов, объясняющих истинность убеждения непрямым образом, достаточно как для объяснения того, почему агент сформировал соответствующие убеждения, так и также этих фактов достаточно для того, чтобы эта связь гарантировала, что убеждение агента должным образом зависит или является чувствительным от истинности убеждения. То есть агент формирует убеждение непроизвольно, а благодаря тому, что убеждение является истинным. Вот. Таким образом, мы получаем ответ на эпистемиологический вызов для рассмотренного примера арифметического убеждения. Далее, Линобо переходит к обобщению выводов, которые он получил в результате анализа рассмотренных выше примеров. Линобо предлагает рассмотреть математические истины, установленные с помощью некоторой формы предикативной абстракции. Пусть у нас есть некий базовый язык, безупречный с философской точки зрения, и пусть у нас имеется некоторый расширенный язык, который употребляется в соответствии с неким набором условий утверждаемости, которые выражены на базовом языке и которые ссылаются только на ту онтологию, которая принята в базовом языке. Тогда тот факт, что условия утверждаемости определяют употребление говорящим расширенного языка, употребление расширенного языка будет иметь два следствия. Во-первых, условия истинности предложений расширенного языка определяются таким его употреблением. И во-вторых, такое употребление расширенного языка определяет то, как говорящие формируют свои математические убеждения, выражаемые на этом языке. Короче говоря, условия утверждаемости, во-первых, определяют семантическое содержание убеждений, а также объясняют истинность этих убеждений. А во-вторых, определяют то, как эти убеждения формируются. Это значит, что такая двойственная роль условий утверждаемости гарантирует, что соответствующие математические убеждения зависят от истинности этих убеждений. То есть компетентные люди имеют соответствующие убеждения, потому что эти убеждения истины. И Виноба для иллюстрации вышеизложенного приводит в диаграмму. Это диаграмма первая у меня на слайдах. Да, где условия утверждаемости устанавливают истинность некоторого ПСИ и являются причиной того, что люди убеждены в некотором ПСИ. Также удовлетворяют эпистемическому ограничению, сформулированному в параграфе 1.6. Значит, Виноба напоминает, что в соответствии с этим ограничением достаточность ФИ для ПСИ должна гарантировать познаваемость соответствующей импликации. Импликации, если ФИ, то ПСИ. Достаточность ФИ для ПСИ означает, что либо существует предикативное расширение языка, в котором ФИ служит основанием для ПСИ, либо существует ряд таких расширений языка, ведущих от ФИ к ПСИ. Причем такое, что каждый предыдущий шаг служит основанием для следующего шага. В первом случае, когда у нас существует предикативное расширение языка, в котором ФИ служит основанием для ПСИ, при осуществлении расширения языка импликация, если ФИ, то ПСИ, выполняется автоматически. И в соответствии с положениями из предыдущих параграфов, рассматриваемой нами главы, можно увидеть, что эта импликация соответствующим образом зависит от того, что делает ее истиной. А во втором случае, когда у нас имеется ряд расширений, ведущих от ФИ к ПСИ, ситуация, в принципе, аналогична при условии, если у нас имеется конечный ряд таких расширений, и если мы допускаем некоторую идеализацию наших эпистемических способностей. А если ряд таких расширений бесконечен, то тут уже сложнее, поскольку требуется особая какая-то другая форма идеализации, что предполагает, что наше обоснование итогов их утверждений будет менее прямым и менее убедительным. Далее Линоба переходит к ответу на вопрос, до какой степени могут быть обобщены его эпистемологические объяснения, которые он представил выше. Линоба предлагает рассмотреть наиболее общее утверждение о математической достоверности, но ограниченное теми математическими убеждениями, которые могут быть получены в соответствии с предикативной формой абстракции. Таким наиболее общим утверждением о математической достоверности является утверждение R. Оно у меня тоже на слайде представлено. Значит, это утверждение следующей формы. Почти для всех математических предложений S расширенного языка L, если математики принимают S, то S истина. Это утверждение удобно разделить на две части, а именно на утверждение об убеждениях математиков и на утверждение об истинности этих убеждений. Как было показано выше, абстракция позволяет получить ряд истин в расширенном языке автоматически. Тогда пусть сигма обозначает сумму таких автоматических истин. И тогда мы можем сформулировать две части утверждения о достоверности следующим образом. Первое утверждение, утверждение RB, оно тоже есть на экране. Второе утверждение, утверждение RB, почти для всех предложений S расширенного языка L, если математики принимают S, то S входит в сигма. То есть набор автоматических истин. И второе утверждение, утверждение RT, тоже есть на экране. Для всех предложений S расширенного языка L, если S входит в сигма, то S истина. Значит, объяснение того, как убеждения математиков, о которых говорит утверждение RB, отвечают на истинность этих убеждений, о которых говорит утверждение RT. И вот это объяснение также основано на условиях утверждаемости, регулирующих употребление языка агентом. И в результате у Линоба получается следующая схема, обобщающая предыдущее объяснение. Это схема номер 2. На схеме показано, как условия утверждаемости устанавливают утверждение RT и являются причиной утверждения RB. И отсюда, на основании всего вышесказанного, Линоба делает вывод, что абстрактные объекты не представляют собой никакой непреодолимой эпистемиологической проблемы, и знание об абстрактных математических объектах возможно, при условии, что эти объекты рассматриваются как тонкие объекты. Вот, собственно, на этом мой доклад закончен. Постараюсь ответить на вопросы, если они у вас есть. У меня такой не совсем вопрос, ну, можно сказать, вопрос, да. Комментарий такой. Вот когда о внутренних свойствах и внутренних отношениях речь шла, там ведь у Линоба есть различия, он говорит, что есть интенсик отношения, есть интонал отношения. Вот, ты всё-таки интенсик переводил, как внутренний. Но чтобы не путать с интонал, может быть, какой-то другой лучший вариант было бы избрать. Не знаю, какие-то иммунентные, например. Ну, да, наверное, недосмотр с моей стороны. Ну, просто показалось так удобнее. У меня такой вопрос возник. Не получается ли, что истинность ставится в какую-то зависимость от утверждаемости? Ну, тут скорее наоборот. Утверждаемость ставится в зависимость от истинности. А, или нет? Ну, если бы так, то это было бы хорошо, конечно, если бы утверждаемость зависела от истинности. Но, мне кажется, в аргументации пораскакивает и обратное. То есть истинность математических утверждений зависит от математического сообщества, условий утверждаемости. Не, да, вы правильно отметили. Я не о том подумала. В общем, да, условия утверждаемости устанавливают истинность высказываний. Ну, вот и сразу же тогда возникает вопрос, что Алины бы имеют в виду под истинностью. Это, получается, какая-то некоторая неклассическая концепция истинности? Ну, не совсем. Вот в отношении физических объектов это как раз-таки вполне себе классическая концепция истинности. Мир таков, как мы его описываем, то есть содержание наших убеждений соответствует реальному положению дел в мире. В отношении математических объектов как бы схема та же самая, только отсутствует возможность посмотреть на реальное положение дел в мире. У нас остаются только непрямые свидетельства истинности убедения. Вот, а эти непрямые свидетельства имеют языковую природу. Ну, вот как раз в отношении математики то и возникает в большей степени эта проблема. Математика как-то начинает зависеть от математиков. Ну, вот у меня ещё тоже небольшая ремарка, и потом в продолжении этого обсуждения я так понял, что то, что Вика называла достоверностью, это reliability, там, у Линноба, это обычно надёжность переводится. Вот, и речь как бы идёт о том, насколько убеждения математиков надёжны. Вот, ну и в конце концов, поскольку большинство людей не являются специалистами в математике, мы вынуждены обращаться к математикам, к профессионалам для того, чтобы они разрешили нам какие-то математические вопросы. Ну, например, если математическое сообщество в принципе согласно в большинстве своём, что какая-то теорема имеет место, то все остальные люди тоже просто соглашаются с этим, потому что мы считаем, что убеждение математиков надёжно. Ну, вот, я приводил пример в своё время с дважды два. Я могу утверждать, что дважды два примерно четыре. И думаю, ни один математик не поспорит со мной, что дважды два действительно примерно четыре. Но ведь математика может говорить и о том, что дважды два точно четыре. Если дважды два точно четыре, то это не противоречит тому, что дважды два примерно четыре. И те, и другие убеждения, они вполне работают. Но истинность, видимо, будет только за теми убеждениями, что дважды два точно четыре. Мне кажется, этот пример очень сильно зависит от того, как мы язык употребляем. Потому что, когда говорят «примерно четыре», могут подразумевать, что не четыре, но «около». Ну, от языка есть зависимость, но мы можем как-то это, наверное, решить, как-то растолковать, не знаю. Ну, дважды два с огромной степенью вероятности четыре, например. А огромная степень вероятности – это вероятность близкая к единице. Хотя, может, это и не изменяет ситуацию, не знаю. Ну, ведь в математической практике современной, по крайней мере, примерно такая ситуация и есть. В действительности. Например, есть такая теорема классификации групп. Это очень большой математический результат. он содержит много как бы подрезультатов, под теорем. И по объему он очень-очень большой. Там тысячи страниц, даже десятки тысяч страниц просто доказательства занимает. Вот. И математики, в принципе, верят, что эта теорема имеет место. И они считают, что если будут обнаружены какие-то еще группы, то в скором времени для них тоже будет найдено доказательство. Там проблема в том, что неизвестно, все ли группы найдены или не все. Если найдутся какие-то еще группы, то, ну, как бы математическое сообщество убеждено, что, скорее всего, эти новые найденные группы будут вести себя так же, как и все старые, поэтому для них мы сможем тоже доказать этот результат. То есть здесь приблизительное знание. Вероятность очень большая. Вот у нас получается, что если есть какое-то убеждение или какое-то высказывание в истинности которого мы сомневаемся, но которое принимается какими-то компетентными людьми, ну, например, математиками, профессионалами, мы можем проследить цепочку, которая ведет от этого сложного и сомнительного тезиса к более простому тезису о каких-то базовых объектов, о базовом языке, о которых все агенты согласны, видимо, вообще все объекты, не только профессиональные, в смысле все агенты, не только профессиональные математики, но и обычные люди. И, соответственно, мы вот эту цепочку можем проследить. Она может быть конечной, короткой, может быть более длинной. Ну, хорошо. Ну, то есть мы можем построить доказательства для людей, которые не являются математиками, и которые будут для них вполне доступны, обозримы и так далее. Ну, ладно. И вот второй вопрос. Мне показалось интересным, что Линеба пытается разграничить объективность в случае математических и в случае физических объектов, но то, как он это делает, не совсем, что ли, вроде бы устраивает. Почему? Понятие физического объекта, оно не является столь уж определенным, как кажется. Что такое физический объект, если мы говорим о тех объектах, которые фигурируют в физических теориях, то это вовсе не объекты, а идеализации в основном. Ну, допустим, там, абсолютно упругое тело, там, или идеальный газ, или еще что-нибудь в физических теориях. А то, что мы встречаем вокруг себя и называем это физическими объектами, это, так скажем, не совсем объекты физиков. Ну, или это некоторая, так скажем, народная физика, что ли. Столы, стулья, там, гвозди и прочее, что вокруг нас, это не совсем физика. Вот, и применительно к последним объектам, которые не совсем физика, мне представляется странным говорить о возможности их определения вообще. Ну, может быть, Аристотелю это позволялось у него, имелась какая-то теория реальных определений, но, как бы, я бы не стал придерживаться той точки зрения, что реальные определения существуют и что они вообще возможны. Это, скорее всего, нечто метафизическое, это не предмет логики. Разрабатывать теорию реальных определений вслед за Аристотелем. Вот. А в популярной физике, мне кажется, ни один объект не может иметь исчерпывающего определения. Это будет неизбежно что-то необозримое. Ну, можно Лейбница вспомнить. Бесконечное число свойств у каждого из существующих объектов. Ну, или так сказать можно, что это некоторая логика за горизонтом человеческого понимания. Вот. Физические объекты меня очень смущают, как они интерпретируются у Линова. Ну, здесь у него перейдет не об объектах физики, как науки, а он просто использует понятие физическое тело для указания на обычные предметы, которые нас окружают. То есть здесь как бы ссылки к физике у него как таковой нет. А что касается определений физических тел, то здесь, ну, я так думаю, он работает с какими-то идеализациями или аппроксимациями и указывает на то, что если бы мы могли такое определение сформулировать, то экстенсионал определяемого понятия не был бы бесконечно расширяемым. Да, то есть в таком определении не заложено условие для бесконечной расширяемости домена. А вот определение абстрактных объектов, вот особенное понятие множества, в нем самом заложены условия для бесконечной расширяемости экстенсионалов понятия множества. Вот разница заключается скорее в этом. Ну, насколько это последовательно? Физические объекты не являются объектами физики, не являются идеализациями, но в то же время они являются идеализациями в некотором смысле. Странно немножечко звучит. Ну, вот эту вот теорию физических тел и восприятия Линоба развивал уже в более ранних главах, в одной из более ранних глав. Он просто рассматривает, как на основе восприятия мы можем приходить к убеждению о том, что, ну, допустим, вот из земли торчит две каких-то части, и на основе чего мы считаем, что это две части одного и того же физического тела. Он говорит, что, значит, они должны двигаться одновременно, то есть мы одну часть качаем, и другая тоже должна, значит, двигаться. Ну, и там они должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. Если расстояние между ними такое же, как между Землей и Солнцем, то это явно не две части одного и того же физического тела, ну и так далее. То есть он как бы там говорит, что есть собрание материи, и вот собрание материи считается одним физическим телом вот при таких-то условиях, которые мы можем в рамках обычного восприятия как-то обнаруживать. Ну, здесь опять же аргументация к утверждаемости считается, что одно и то же и так далее. Ну, может быть, я не знаю. Смотрите, Дмитрий Владимирович, наверное, перед вами сейчас стоит стол. Это какой-то набор материи. Вот вы считаете, что это вот все эти куски материи создают одно физическое тело стол и несколько разных физических тел. Ну, наверное, с точки зрения обычного отношения к миру, вы будете считать, что стол – это вот один целый такой вот. и при этом он отличается от пола, от стула и того, что на столе стоит. Ну, нам ведь еще Бертран Рассел объяснил, что стол – это на самом деле некоторый поток. Это река, в которую нельзя войти дважды. И кроме того, у меня не стол, а табуретка. И не табуретка, даже, извиняюсь, тумбочка. Это четырехмерное пространственное временной червь. Да, вот. Какая-то идет апелляция к некоторой обыденной физике. Вот. И насколько это корректно. С одной стороны, математика, которая, конечно же, я полностью согласен, должна отличаться от физики, от физических объектов. А с другой стороны, физика – это как бы физика. Это какая-то физика в кавычках. Будь то бы стол – это не река. И так далее. Ну, вот в этой главе Линнабо завершает эту главу тем, что он рассматривает эпистемологию математики. Да, и у него одна из задач – это разобраться с дилеммой Бенцерафа, что вот как так может быть, что математические объекты являются абстракциями, но к абстракциям у нас нет прямого эпистемического доступа, откуда мы тогда знаем какие-то математические истины. А это очевидно, что мы какие-то математические истины знаем. Ну и, собственно, это смыкается с тем, как он рассматривал математику и в предыдущей главе по поводу натуральных чисел. И это же очень сильно походит на то, как он трактует физические тела, как некие собрания материи, то, о чем я уже напомнил сегодня. То есть как бы он говорит, каким образом мы можем узнавать что-то об абстракциях, если у нас нет к ним эпистемического доступа, но при этом мы обладаем обычным знанием обычных людей. Да, вот в прошлой главе там он ставил задачу объяснить, как мы можем знать математику, если мы обладаем вот этим вот обычным арифметическим знанием. То есть мы там научились языку, научились считать объекты и так далее. Как мы можем перейти дальше к априорному знанию математических истин? Исходя вот из того, что нам уже известно. Ну и примерно так же с физическими телами обстоит дело. Вот мы научились в детстве употреблять язык каким-то образом, и поэтому мы говорим о том, что вот есть стул, есть стол, есть табуретка, еще что-нибудь. И все это отдельные и цельные физические тела. Вот как мы можем дальше перейти? Как выстраивать эпистемологию на основе вот этого? Ну, может быть. Если эпистемологию брать не в каком-то, так скажем, абсолютном смысле, где у нас должно быть все определено, и истинность и прочее. Если брать эпистемологию как некоторый генезис нашего знания, может быть оно и так, да. Ну, пожалуй, основные свои вопросы я задал. Большое спасибо Вике. Все замечательно представлено. Кое-что даже в позиции Лины бы я понял. Продолжение следует...